Всем привет! Мы сегодня смотрим «Чародейки» 12 серию. Вопросы диеты Нерисы всё ещё открыты. Как она жила всё это время, когда все эти жители Белого Камня дезертировали. Да, вот многие пишут, типа, Белый Камень. А как он называется? Я только хотела сказать, что это Белый Камень. А как называется это? Попарящая залупа. Что это такое? Кондракар. Кондракар это называется? Нет. Да. Да? Кондракар? Это Кондракар? Да. Я могу ошибаться, но кажется, что да. Короче, ладно. 12 серия. Кондракар? Что это как-то считается? Это что за звуки? Это кто-то из чародеек проводит веселое время. Опять проголодался, мистер Хагглс? Ты Соня или Бегемот? А может, месье желает... Время весело проводит в целом. Мышиную смесь. Это наше фирменное блюдо. Скажу повару, что вы в восторге. Привет. Я как раз собирался о тебе вспомнить. Ой, мистер Хагглс, ты с ума сошел? Я не знаю, почему он так... Прости. Извинения не нужны. Опять Нериса. Опять Нериса или... Нериса задолбала. Мы уже путаемся, где реальные люди. Может быть, никогда не существовало чародеек. Может, это все было Нериса. Мне кажется, мы сейчас закончим снимать видос. Я пойду на кухню, ты придешь. А, не сын на тебе? И я прям с ростю по щам, потому что это Нериса. Сто процентов Нериса. Дорогой! Нериса! Нет! Вот дерьмо. А я уж сначала подумал, что у мистера Хагглса открылось воспоминание, как от нее... Я тоже подумала, что Уилл ее бросил. Как от нее отказался, отказался от нее. Но обида где-то, вы знаешь, грусть в сердце сохранилась. Да, да, пошла, да вернулась. Так, все, не надо начинать. Сейчас опять напишут. Вы душите нашу Вилл! Нашу Вилл! В смысле? Сейчас же это же... Вы что, гоните? Это шутка была сейчас. Вот все шутки. А он мне не нравится. Он мне нравится. Вообще, это что такое? С каких это пор? Нам запрещают, что нам кто-то нравится или не нравится говорить об этом? Да нет, дело не в нравится или не нравится. Нам пишут, что типа... Затей нам пишут, что... Куда вы смотрите? Ну, это ты сказала. Это он виноват, а это не я. Это я считаю. Это я считаю. Ну, мне реально Уилл не нравится. Я смотрю мультик один раз. Что мне с этим делать? Один раз при вас. Вечно мне прилетает за то, что Стефана захейтила, блин. Уилл захейтила. Ну, не нравятся они мне. Что мне, не говорить на своей же собственной реакции об этом? Нет. Вы правда мне это предлагаете делать? Ты должна говорить только то, что им нравится. Это залог успеха. Не, ребят, так, ну... Мы не так договаривались. Мы так будем теперь. Мы будем говорить только то, что вам нравится. Вы только напишите, что вам нравится. Просто проблема в том, что нравятся противоположные, абсолютно полярные персонажи. Это нас путает. Мы не понимаем. У тебя не было на заставке каждый раз, когда с воздушными потоками с этим? Переводят бумагу. Все бумага чистая, не исписанная, не нирвана, никакая, а прям чистые листы с Хайли, которую она в муру отправляется. Мне каждый раз грин пробуждается такой, да как вы можете, природа. Это же чисто, это же можно на переработку. С чего ты взял, что они чистые? Это они просто так показаны. Я понимаю, что это анимация, но видишь, вот тайны подсознания. Я все время думаю, что она переводит бумагу. Бойся, беги, злодей, у нас одна. Это, кстати, тоже прикольно. Беги, злодей, как раз на бланк. И бежит бланк, да. Да, 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 нам в диск расписали про то, что бланк – это злодей на самом деле. Каждый раз в заставке есть небольшие намеки на развитие сюжета. Это будет еще один персонаж. Это не риса, на самом деле. Это не риса все это время была. Хочу, чтобы таранью осталось такое с предыдущей серии. Да не, не, сто процентов. Я что, многого прошу? Ведь я же немного прошу. Нас, 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 нас. Не свернуть с пути Наш шанс, наш час Землю спасти Нас, нас, нас. Чародейки. Эл, значит, луковое горе. Идешь на свидание? Найджел, знаешь. Луковое горе. Ну, прикольно. Луковое горе. А чем мне перевести лузера прям как есть? Сказать лузера. Ну, это обидно, да? У нас это лузер, это... Луковое горе. Вам шо, блин? 50 лет кто это переводил? Ну, ладно. Мне кажется, может так и есть. А что, лузер – это плохое слово, да? Ну, вот, ты идешь такой, лузер. Это как неудачник. Ну, типа, лузер. Ну, да, да, да. Луз, значит, ну, тебя потерявший. Что-то потерявший. Лузер. Я просто сталкивался, что у нас как будто плохо. Это я когда слышу, такой лузер. Ну, да, неудачник, да. Плохо такое. Знает, что мама не выпустит меня из дома, если мы снова встретимся. Я злюсь и на маму, и на него. Мама нас разлучает, а он ей подыгрывает. Да. С разумным парнем тяжело. Что такое? О, смотри, хвостики. Вы обманули нас. Вы нас обманули. Я не знаю, кто мне это написал. Говорят, что только в заставке будет. Какие потрясающие хвостики. Офигенно ей очень подходит. Леон, любовь всей моей жизни. А, ну, у этого есть объяснение. Она немножечко… А, она влюбилась и, типа, прихорашивается таким образом, поменяла стиль какой-то. Аутфил. Да? Это же так называется? Аутфит. Аутфит. Аутфил. Фил в аут. Я в аут. Ты уже говорила с ним? Ты что, шутишь? Нет? Но я… Так это не Риса с ними. Стой. Я уже всех подозреваю. Мне уже… Я всё, у меня уже на панике. Я уже всё. У меня СПГС начинает максимально калашматиться. Смотри. А знаешь, почему она? Да что, у неё были заколочки вот тут по бокам. Поняла? Когда она пришла к Мэтту, у неё были по бокам заколочки. А, Уилл – это не Риса? Да, вот это не Риса. Это и есть Руслан. Так и что, она просто увидела, что Уилл с заколочками скопировала образ. Ну, посмотри, какое у неё хитрое лицо. Сейчас опять будут писать. Докапывайтесь до нашего Уилл! Нет, нет. Вот правда. Ну, там же была Уилл под личиной, которая находилась. Я уже… Ну, может быть, но вряд ли. Эрик Линдон! Ох, как музыкально! Будто бы сказочный герой! Да, прекрасный принц и болельщицы. Это тоже не Риса сделала. Не Риса превратилась в этого правня. Да хватит уже! И она такая, а я знаю, а я знаю, как с девушками общаться. Вот Саша, вот этот самый мнительный чел, знаете, который паранойит. Он сейчас теребует всю серию паранойит, что везде не Риса. Ещё раз услышаю это имя от тебя. Вот у вас нет такого ощущения? Я не Риса, вот-вот, превращаюсь. Блин, я на полном серьёзе думал, что ты не Риса. Ты его, кстати, не любишь. Кого? Рис. Смешно? Блин, я сейчас чувствую себя тем чуваком из… Как они называются там? Смеяться разрешается. Сегодня у нас не Риса. Всё, ладно, здесь можете хейтить. Я всё понимаю. Здрасте, Хайлин. Боюсь, тебе ничего не светит. О, Эндрю Хорнби! Эндрю! Видишь, она не встречается с тем чуваком. Ей другой нравится. Ну, или вообще кто-то. Вообще разное чуваке нравится. С Мэтом? Нет, как Мартин. Мартин Идден, точно, Мартин Идден. Ух ты! Радиоузел КФМ обанкротился и подарил всё оборудование школе. Директриса ищет добровольцев для работы на школьном радио. Обычно таких людей бьют в школе. Мне нравится эта школа, потому что здесь из плохишей только Урия. Ну, мы только его знаем по имени. И его команда. Там ещё был какой-то чувак такой крупный. Да. Средних лет мужчина, который остаётся уже на десятый год. Вот вся его команда. Вот реально, Мэтт, вот был бы он в нашей школе, его бы уже отпинали 300 раз. Мартин. 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 Ох, вы слышали? Это наш шанс! Можешь сказать? Зажигайте! Прости, но меня скоро вообще запрут дома. Это лицо для телевидения. Смотри, ты заметила, какая у корня сегодня прическа? Прическа, да, классная. Сегодня поменялось немножечко. Мне так нравится, что во втором сезоне они луки постоянно меняют. Да, да. Второй сезон явно лучше первого, сто процентов. Все переодеваются, все переодеваются. Сейчас девчонки-девчонки. Да. А как же наш ресторан? Рис сам по себе не сварится. Рис. Они тоже, блин, мы едины. Мы едины с ними? Ох, вот и спасительный звонок. Да бросьте, это здорово. Быть диджеем просто клёво. Отвали, Тапс. Сам отвали, Урия. Не тронь его. Вас любась. Отстань, тупица. Найди себе хобби. Сваливаем. Оставим голубков наедине. О-о-о, я догадывался. Вот у меня такое же выражение, как у Ирмы. Мне просто кажется, что он всё-таки привлечёт её внимание своим богатым, глубоким внутренним миром. Они и сядут, и он начнёт какую-то просто заливать дичь. Ну, так ловко и с таким воодушевлением, что она может так вау. Может быть? Ты понимаешь, это этот маленький момент, когда он крутой в абсолютно не крутых вещах. В непопулярно крутых вещах. Ну, типа что, разрезать жуков? Нет, нет, нет. Мартин станет айтишником. Это вообще-то популярная вещь. Сейчас, а на тот момент нет. Всегда. И Ирма... Всегда, когда появились компьютеры. Нет, нет, ты что? И Ирма может с ним уехать из России вообще без проблем. И жить без бедных. Ага, уже из России. Угу, угу, спасибо. Оставьте сообщение. Привет. Я не видела тебя в школе. Ты не заболел? Надеюсь, что нет. Если ты болен, я сварю тебе куриный бульон. Вернее, сварят в драконе, но я могу тебе завести, если... Дедка, ты заболталась. Да. Короче, звони, когда будет... Какая-то мила. Мне очень миленькая. Очень миленькая. Она очень алленькая. Время. Отпусти меня! С удовольствием. В клетке ты для меня бесполезен. Ты ничего от меня не добьешься. И точка. Считаешь? А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. У-у-у, мысона! А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, злобное создание. Не так ли? Жесть. В этом свете можно разглядеть его ярость. Прекрасно. Он первым мне послужит. Итак, мелкая Соня, возьми назад свою ярость. стой мистер хагглс не очень благородно но знаешь есть легенда о чудовище она яростью питалась его звали гор да гор разрушитель это имя подойдет это чел из заставки что-то реально него мы не ожидали мистер хагглс как тебе не стыдно а а чуть мистер хагглс с одеждой сразу не риса все-таки женщина антагонист но за мораль и цензуру шарит конечно нельзя мистеру хагглс уходить питаться яростью оденется ему она даже вставила сереженька признак злости признак жестокости да потому что когда ты прокалываешь себе ухать и вообще на все насрать и дерзкий есть друзья которые сережка просто вообще им на жизнь плевать я ухо протолол я готов на все эти пырну сука у тебя подруга такая но она девчонкам нормально прокалывать уши они все так делают и вообще это в детстве в два годика тебя отводят куда-то и прокалывать человек что ты сделала с ним не беспокойся за него ведь теперь твоя очередь его тоже превратят кого-то из заставки походу потому что может быть это будет ангел который поймал эту как блум у нас все перепутал очень ну правда но очень похожие моменты вот этот парящий кондракар белый камень чародейки и винкс это как барселона или реал мадрид они они прям конкурировали очень жестко и понятно что там подглядывали что-то переделывали чародейки все делают на два порядка качественные что касается рисовки сюжет все понятно но это не значит что да вот этого в принципе что будет дальше это важная задача как раз для человека с вашей бурлящей энергии поэтому вы будете менеджером радиостанции смысле я босс да у нас четыре добровольца я знала подружки поддержит это будет просто облом ваш штат без и кортни грампер аду а я только хотел сказать сейчас урия должен потому что и мужа тоже она вселила урия дан и конечно мартин тапс удачи мисс лэйр она будет а я думал это ее парень ну в смысле парень тарни а не не он тоже рыжий да вдруг у нас многодетной семьи и это его сестры сможет включаем микрофон перемаем все в кости типичные сорви головы но для радио могут и подойти так а ты что здесь забыл урия это так круто диджей считай я нашел хобби а хобби класс а со мной все ясно ирма ведущий диджей тогда я певица мадонна доброе утро шеффилд радио кей-фм сдохла но взбодритесь ведь в эфир теперь выходит школьное радио шеффилд так пожелайте нам удачи да выходит ты мадонна зажигла так может помочь может починить интересно она может работать только с техникой которая функционирует но наделять сознанием или вообще без разницы она может чинить где-то в активной вселенной был такая ну мы можем заменить термопасту у вас и в целом заменить аккумуляторный блок вашим айфоне 750 рублей плюс плюс полторы тысячи за аккумулятор пойдет такси и будни ты чего ты все нам испортила ладно может и я сейчас узнаем что там такое исправил я тебя люблю о любимая да ладно она сама его постоянно он странный говорите что ходили кто так разговаривает блин когда подросток но когда ты сидишь занимаешься электроникой у тебя нет времени слова подбирать он мне не нравится это ты открыла сердце ты еще 100 процентов найдутся сейчас подпишутся защитники как вы можете такого великого персонажа заширает вот это да это верещала ирма лэйер ее лицо создано для радио от голоса сводит скулы она так невыносима что даже все приборы накрылись от ужаса обед шеффилд и немного музыки для аппетита ой как мило что мэтт не объявился парни не любят липучек остынь эй мэтт это вилл надеюсь тебе лучше меня рыцарем щене очень разочаровали я думаю ты идеально их заменишь мы учите что я не выношу власть и чистое зло тогда зачем ты мне не получилось а я благодарю слуг за преданность и караю за неподчинение все таки мистер хагглс остался мистером хагглсом да просто он теперь питается яростью поскольку в как его зовут мэтт мэтте не было ярости он его не сожрал и вообще у него с ним хорошие были да и он такой блин это же мой хозяин да пошла ты не риса ну типа такого но все стражницы его по кругу пустили поэтому ему поэтому он ко всем немножко привязался нет не факт вот не знаю он их знает но у него месть и меня переселяли из места в место может быть кстати ваши матери я больше ваших матерей всех нагну и все там же они были причиной его переселения в основном особенно мама уилл стоп он страдает и ты ненавидишь меня за это ты теперь шаган мой ангел зла силу гора питает ярус а твою силу ненависть врагов и мы реально угадали госпожа я думал это женщина я думал там просто вот это золотое лицо на заставке оно было такое привет здрасте я думал это девушка но вот волосы охренеть блин ну крылья это конечно крутяк крутяк это мы угадали а она ему и бицухи тоже знаешь сделала конкретно да 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 ты будешь короче десять лет в спортзале Шейппилд в эфире, а крутая Ирма Лейер сейчас в ударе Сплетни здесь разнойся Класс, вот это немое кино ну и что нифига гулять было Махинации с линолеумом 100% раскрыты Квинтэссенция Короче, сегодня все появятся из заставки Мне что нравится, что они... Я понимаю, что такое уже, наверное, в истории было комиксов и мультсериалов, когда ты берешь друзей протагониста и делаешь их безумными То же самое было в «Чародейках», когда они были под воздействием рога гипноса, еще там были какие-то пару случаев, когда они немножко были не в себе и дрались друг с дружкой. Это как нормально. А здесь под постоянным воздействием тебе придется сражаться со своим не просто другом, а парнем. Я считаю, что это свежо. А еще свежо превращать домашних животных в убийц. Ну, по крайней мере, в рамках этого сеттинга это действительно круто. Жуткие годы, нужны жуткие войны. Ты теперь Тридард, и залог твоей силы страх и отчаяние твоих врагов. Я повинуюсь тебе, госпожа. Реально все появятся сейчас из заставки. Эмбер, твоя пища – боль и горе людей. Вау. Славно. Когда охота. А теперь отыщите страшниц и покажите им свою силу. Блин, вот эти «Мстители» мне нравятся. Они какие-то там четкие. Они красивые, да. Мне понравился этот выпад с рекламы шампуня. Да, да, да. Девушка вулкан. Классная. Ну, я же даже не знаю. Они зафиксировались, так всегда будет, да? Да. Ну, ладно. Моя мама губит мою жизнь. Застукала тебя за разговором с Найджелом? И отобрала мой мобильный. А чем закончился разговор с ее перевоплощением? Нам не покажут. Как она отмывает волосы, снова ищет очки, возвращается в старый образ, который ей, возможно, уже претит, хотя она сама сказала, что она устала быть паей-девочкой. Так это, знаешь, в основном все вот эти бунтарские приколы, они временные. Тебе нужно просто выплеснуть вот это вот. Ну, ни день, ни два. Ну, пару лет. Пару лет сумасшествия, беспорядочных связей. Да камон, иногда неделю, иногда неделю. Ты покрасилась такая, блин, хочу обратно. У меня так было. Опять Мэтту звонишь? Да. Нет. Это он. Мэтт? Эрик. О, я решилась. Привет, Эрик. Ну, привет. Халин. А сейчас очередной выпуск программы «Слухи Шеффилда». Почему симпатяга новенький водит шашни сразу с двумя болельщицами? Скоро узнаете. Эрик, скажи, о чем это она? Назад он мой. Слушайте, я вообще ничей, ясно? Халин, не показывай отчаяния. Вон Эндрю Хорнби. Где? Ха-ха-ха. Я иногда. Мне вообще, мне очень нравится, как Ирма и Корнелия постоянно, если вы заметили, подкалывают друг друга. Подстёбывают друг друга. Постоянно. Это какая-то химия между ними. Мне очень нравится. Что дальше? Сплетен? Больше нету. У меня вообще слово «шашни». Это что такое? Вывалилось из моего словарного запаса? Шашни, да. Крутит шашни. Женькая. Кто? Ну, вообще, люди, которые переводили, всё-таки уже пожили. Пожившие. Пожившие, да. Пожухлые. Шашни. Шалава. Какие ещё сейчас? Прошмандовка. Вот шашни и прошмандовка – это одно и то же. Прошмандовка – это последствия шашень? Да. А шаша – это Саша. Мы нашли корни. Тогда мы их выдумаем. Ха, хах-ха-ха. Э-э-э, Мартин... Привет! Леер в эфире. Круто у тебя получается! Продолжим! Эта песня посвящается Ирме. Пой, Мартин! О! Ирма, храню я два года Котлету, что ты мне дала! О! Ирма, ты бросилась смелым, и я теперь белой хожу. Нет-нет-нет-нет-нет! Заткнись! 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 Это правда. У Ирмы Лейр и Мартина Тапса любовь. Как больно. Это минус, когда ты немножко вовлекаешься в сюжет, в персонажи. Да, да, да. Берешь, там фантазии свои какие-то реализовываешь. Мартина хочет вас убить. И этих двух близняшек тоже. На каком-то физическом уровне больно. Технические накладки. Прочь, сплетница. Ты должен запомнить, Мартин. Я тебя вовсе не люблю. Ты мне совсем не нравишься. Я говорила миллион. Какая больная серия. Он раз. Ты так и не понял. Ты жаба. Ты урод. Да вы что делаете? Жопа. Это, слушайте, все... Мне, конечно, Мартин не нравится, но он не заслуживает этого. Все сцены боев с какими-то нерицами. Со всеми. Самые жесткие драки с фобосом. Вот это все превращение. Это все меркнет на фоне с этим ужасом. Это реально стремно. И твоя мамаша смешно тебя одевает. Ты заноза в моей жизни. Мартин Табс, ты горе луковая. Она хотела сказать, ты лузер. Да, да, да. Переводим. Да. Переводим. Оригинально. Он не обиделся. Правда. Осторожно. Прямо по курсу бомбометательница. Лейер. Я просто в отпаде. Ты порвала его. Не знал, что в тебе столько злости. Ха-ха. Какой кошмар. Я себе не прощу. Не страдай. Мартину плевать. К нему грязь не прилипает. Значит, ничего. Да ну вы что. Да вы что. Жалко мальчика. Я больше чем уверен, что Мартин такой. Потому что он выбрал модель преодолевания. Он поставил вот это все. Так, ладно, плевать. Я полностью от себя отсепарируюсь. Буду строить образ человека, который все ему плевать, всё идёт напролю, всё в лоб, глядишь что-то, да и получится. И это, кстати, тактика даётся. Есть вот, когда люди в себя уходят, ну, такая вот, типа, всё. А у него наоборот. То и то нездорово, то и то расщепление. Он, когда вернётся домой, вообще, мне кажется, будет сидеть, плакать. Главное, я к нему хорошо отношусь. Но когда он не пристаёт, мне весело с ним. Я чую бой. Вот бы попробовать. Кто? Кто вы? Я Шеган. А они Тридарт, Гор и Эммер. Мы слуги Нерисы, рыцари гибели. Вашей гибели. Она его не узнала, да? Вы обречены и страшницы. Вот. Только этого мне не хватало. Ох, тебя терзает восхитительная, острая, бой. В твоём сердце царит отчаяние. Из-за юноши, которому ты безразлична. Тебе одиноко и... Какая потрясающая... Не, ну правда. Вот ты берёшь и просто бьёшь физически и на этот раз и психически. Потому что до этого Нериса только морально начинала щекотать девочек, а здесь существа, которые ещё... Китаются эмоциональные боли. Тебя подбалтывают, что-то тебя раздражает невозможность. На актуальные темы. Кто писал? Кто автор комиксов? Это, случайно, не женщина, нет? Не женщина писала? Да, кстати, ничего не знаем об авторе. Я понимаю, что я сейчас звучу как максимальный сексист, но всё равно вот есть тенденции школы, что мы так заговорили, сексистские. И вот так получилось в нашем обществе, что женщины выдавлены больше в эту сторону развития. В какую? Ну, я имею в виду в эмоциональную. Типа лучше, как сказать... Лучше прописывают эмоции? Да. Все, блин, писатели-мужчины, да? Нет, не прописывают. Толстой, Джек Лондон. Послушайте, нет, пошли нахер. Да я не про это. Я попытаюсь объяснить. Я же сказал, что я специально подмазал в самом начале, что это сексистский вполне себе... Что есть такое, что женщины лучше... В большей степени. Не лучше, я не сказал лучше, я сказал выдавленные. Ты понимаешь? Ещё раз, все могут заниматься эмоциями. Неважно, мужчина ты или женщина. Ну да. Но благодаря культурным особенностям, которые мы не всегда принимаем, есть моменты, где там... Я сейчас максимально говорю приближённо. Вот, допустим, женщины там редко делают боевики. Ты понимаешь? Ну то есть занимаются вот этой всей ерундой. Ну просто я мало знаю сценаристов в Голливуде, которые действительно... Хорошо, а женщины обычно пишут какую-то подростковую... Вот, да. Я мало вижу мужчин, которые пишут какие-то там любовные фанфики классные, чувственные. Есть, безусловно, есть. Я не говорю, что их нет. Я просто говорю про пропорцию. И я просто сейчас вот смотрю и понимаю, что здесь персонажи очень завуалированы, что они хитрые. Вот когда нерисы начинают появляться, сейчас, возможно, это женщина. Я, кстати, до конца не знаю. Может быть, это мужик. Вот, Саша, обалдеть, если это мужик. Да, я могу ошибаться. Я могу ошибаться. Может, она в соавторстве писала. Но я не знаю. Когда она писала Фобос, она руку набивала такая. Ничего, хрень какая-то. Вот. И впоследствии, когда появляются эти персонажи, потому что у этого есть объяснение. Допустим, у девушек нет же такой прям ярко выраженной ударить или там сказать что-то. Всё равно в правах, с коими сейчас все борются, они в некотором смысле ограничены. Я буду очень аккуратен. И поэтому приходится подбирать более такие модели, где ты... Мы с подтишками такой вот аккуратненько. Ну, блин, ты понимаешь? Я сейчас не против тебя. Ты понимаешь, что я это не пропагандирую. Я пытаюсь сейчас показать то отражение реальности, которое до сих пор нас трогает. И поэтому, допустим, в семьях или ещё в чём нужно быть аккуратным. Или брать такие более хитрые модели манипуляции. И здесь она объединяет и жёсткую грубую силу, и то, чему лишены обычные, допустим, мальчаковые сериалы. Я их пересмотрел много. Ну, вот именно динозавры дерутся. Почему нет? Там нет такого, что... Там есть психологическая какая-то подоплёка, но она такая больше на дружбу, братва. Да, ну, короче, такие, типа, ауф ценности. Вот там их достаточно. Но чтобы тебе щекотали, вот прям в детские травмы твои лезли, такое, ну, вот я прям редко такое вижу. Поэтому я и так вот думаю, может быть, может быть, это как раз имеет место, потому что это уже взрослая, наверное, женщина. Назад, ледышка тупая! Ну всё, зверёк! Нет! Пусти её! Может, и Мэтта отпустить? Мэтта? Так вот что с ним. Возненавидишь меня за это? А это ты сейчас узнаешь! Щекотно! Спасайтесь! Ирма! Тирани! Сюда! Быстро! Тирани? Ну, ошиблись. Ну, ладно. Получается, только Корнелию никто не пока что... Корнелию всё, блядь. У Корнели как будто в этой серии не было проблем. Нет слабостей. Как вкусно! Твоё горе великолепно! Этот тип похитил Мэтта! А может, он врёт? Унеси нас! А почему они не превращаются? Не знаю, кстати. Обычно это происходит очень сразу. Да-да-да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне пора! Стой! Эти странные воины питаются тем, что нас мучает. Тот ледяной сказал, ты в отчаянии. Да, из-за Эрика. Не напоминай. Девица из лавы... Ой, она какая она сегодня красивая, да? Угу. Она очень красивая. Да, вообще красивая. Надеюсь, это останется. Ну, правда, ей бы и шло, если бы она на постоянке так ходила. Угу. Убывалась болью Ирмы, а ей больно и за Мартина. А Тарыни? Не одолела зверя, так как злюсь на маму? Всё, сдерживайте свои чувства. Ты особенно, Вилл, тёмный ангел черпал твою ненависть. Он напитался. Эй, с каких пор ты мисс Интуиция? Всё очевидно. Мне бы писать мыльные оперы? Да уж. Вот, кстати, тоже совет. Сдерживайте свои эмоции. Ну, в данном случае, да, потому что это ваша уязвимая сейчас сторона. Я думал, что они победят этих монстров. Преодолев эмоции. Не преодолев, они пойдут к Мэтту. Ну, решив, решив. Решив конфликт, да. Возможно, с человеком или внутри себя. Ну, так и будет. Но это не подавление. Корнелия имеет в виду, что когда, если будет стычка опять с ними, ну, как-то маскируйте эти эмоции, чтобы вас не убили. Так они же получают силу не потому, что ты каменное лицо построила, их не проявляешь, а потому что внутри это испытывается. Иди, скажи себе, когда я буду тебя... Согласна. Ну, может, ты внешне не покажешь. Да ну, у кого так получалось, когда его дразнят, чтобы он такой... Вообще не трогает, потому что я держу себя. Не, ну, можно как-то рационально, типа, на самом деле... Рационально? Ну, хорошо, когда панические атаки бывают. Что советуют людям? Ну, мыслить рационально. Ну... А когда ты уже в ней? Хорошо. Когда, ну, ты встречаешься с монстром, и он там начинает что-то драконить тебя. Ты начинаешь обращаться к своей рациональной стороне. Такая, так, этот парень не факт, что встречается с двумя этими чирлидершами. Это просто может быть... Ну, то есть, просто обращаешься к своей какой-то рациональной части. И параллельно убегать от них? Да. То есть, надо спасать свою жизнь? Мысли же, это доля секунды. Вот именно. И первое приходит, негативное. Да блин, как будто за нами монстры не гонялись. Я не говорю, что это может сто процентов сработать, но, блин, попытаться стоит, когда на тебя нападают. Нет, это не работает. Ну, у меня не работает. Ну, давай ты не будешь говорить сто процентов. Ну, у тебя работает? Ну, ты скажи, у тебя работает. Да, работает. Ты серьезно? Я не была в ситуации, когда на меня нападает монстр, который питается эмоциями. Но тебе кажется, что у тебя получится. Да, мне кажется, что у меня получится. Рубин, у нас без монстров. Начинаем спорить с тобой. Ты почему-то, ну, не это, не подавляешь. Или не занимаешься этой фигнёй. Вот я сейчас подавлю свои эмоции. Пошли тебя на. Мартин, я знаю, ты дома. Я пытаюсь извиниться. Фух, он жив. Представляешь, он так подлетает и Мартин. Фух. Блин, вполне себе нормальная ситуация. Не нормальная, но ожидаемо. Мы не знаем ничего о жизни Мартина. Что он прожил до этого? Какие переживания? Слава богу, что он жив. Как ты? Неважно. Уходи. Нет. Ты выслушаешь мои извинения. Хочешь ты или нет? Просто ты думаешь только о себе. Извиняешься, чтобы тебе было лучше, а не мне. А по факту, да. Это реально? Ну да. Просить прощения? Как классная мысль. Это же для себя, да. Вполне себе очевидно. И лежит на поверхности. Но ты извиняешься для себя, а не для человека. Потому что если человек не обижается, то и тебе неплохо. Ну да. Наконец-то! Серьезно, прям в центре города? Ну им-то скрываться незачем. Ну да. Вы целы? Так. Ноль эмоций. Полный дзен. Стражницы, вперед! А вот теперь можно докапываться. Почему они превращаются прямо у ресторанчика? Стражницы, вперед! Земля! Воздух! Мы едины! Прям посреди крови. Ай! Где твоя подруга? Я изголодалась по ее боли. Почему все считают меня эгоисткой? Уничтожь меня и никогда не узнаешь судьбу своего друга. Хорошо. Пора менять партнеров. Рыжая твоя. Прочь с дороги! Я обожаю питаться стихией воздуха. Никакого отчаяния! Нет отчаяния! Спокойно. Медитация. А уж потом я отыграюсь. Это то, о чем я говорила. Да, да, да. Это то, о чем ты говорила. Медитировать, пока тебя монстры догоняют. Все нормально. Параллельно думать о хорошем. Ну, у этого есть на самом деле. И драться. Слушай, у этого есть рациональное... Подавляй. Или что ты там с этим делаешь? Потому что это же отходит на второй план. Надо сначала свою шкуру спасти. Вся психологическая активность, основанная на отношениях и на всем этом, просто забывается в момент опасности твоего тела. Я к этому и говорила. Намылись? Да. Есть еще вот тут волосы. Ты меня расстроил. Чем я тебя расстроил? Потому что спорил со мной, когда я говорила правду. Эй, Ирма! Ирма! Я упью с их горем! И не мечтай! Ха-ха-ха! Любимица! Твое горе обеспечит мне небывалую силу! Не спеши! Мое горе сейчас не так уж и важно. Главное, загладить вину перед Мартином. А ты? Ты меня отвлекаешь, рыцарь глупости! Я не чувствую боли! О, правда? А сейчас? А-а-а! Прикиньте персонажа на один раз. Блин, было бы обидно. Они классные. А-а-а! Все! Они счастливы! Делать нам тут больше нечего! И они такие залетают в обычный офис, который они бомбят. Там люди сидят, игру делают, кранчат просто. Такие... О-о-о! Как нам тут хорошо! Ха-ха-ха! Сколько боли! Голь! Спасибо! Айлин, устроим барбекю! А-а-а! О-о-о! И кто в отчаянии? Я чувствую твою ненависть, Вилл. И она тебя погубит. Но не сегодня. Так ругаться может только... Хе-хей, королева брани! У-у-у! В эфире Злюка Леер! Здрасте! А-а-а... Вчера кое-что произошло. Все в курсе. Мартин, я поступила ужасно. Я так про тебя не думаю. Просто я злилась. Я не жду, что ты меня простишь. Ну, ходи. Деньги, дурки, а я так переживала за них. Если лишусь твоей дружбы, то это я, горе луковая. Ух ты! Ирма! Да чего дурацкий ход? Тоже мне глупость! Оба вы неудачники! Неудачники! Эй, хватит, ребята! Ну, что он написал? Эта смерть будет на твоей совести. Ты не горе луковая. Ну, вторую часть он не прочитал мою. Милота, милота. Типа, ты не виновата в моей смерти. Да хватит уже! Так, это была... Это была что? Это была серия. Это была классная серия. Наконец-то появились персонажи, которые были в заставке. Я уже думала, что их не дождусь, не увижу. Мне все нравится. И классно, что их не слили в этой серии, что они появятся еще. Это очень круто. Пишите, пожалуйста, кто автор комиксов? Мужчина или женщина? Или это мужчина-женщина? Или это писало два ребенка? Я не исключаю эту фрэнцию. Если это ребенки, если это дети... Это ребенки. А ребенки, они не мужчины, не женщины, они ребенки. Они потом, короче, окукливаются. Мне рассказывали, что они потом только. А пока они, ну, что-то непонятно. Ребенки. Да, ребенки. Обязательно пишите всякие гадости. Ставьте лайки. Будем с удовольствием все читать. Что еще? А все, больше ничего. Лайки я сказал, чтобы вы поставили. А вы поставили? Все, пока, ребятки. Пока. Пока, пока.